Она тоже получила как откровение. Они получили по откровению, нашли друг друга по откровению, женились по откровению и сегодня вместе по откровению. Давайте мы поприветствуем Иордан и Люси Балабановы, город Добрич. Проходите. Иордан будет сегодня говорить, а его драгоценная супруга будет его переводить на болгарский. У нас, кстати, появились новые требования в нашей церкви, но нам сказали, что обязательно должен перевод. Я думаю, что это справедливо и абсолютно правильно. Наш круг, аудитория будет расширяться. Теперь мы будем говорить и на русском, и на болгарском языках. Поэтому пусть Бог благословит. Здравейте на всички. Здравствуйте, церковь. Винаги с удовольствие общувам с хората от русскоязычния свят. Я всегда с удовольствием общаюсь с русскоязычными людьми. Не само поради това, че Господь казва, че този, който показва милост към вдовицата, сирачето и чужденеца, ще получи милост от Бога. Не потому, что Господь говорит, что вдов и сират, и поэтому ты общаешься. То есть, който казва милост към чужденцата. Но то и к чужденцам, да, относится. Чужденцам относится хорошо, Господь. А защото и по принцип обичам руския народ. Я очень люблю руския народ. И качество, което ценя най-много в руснаците, е тяхната посветеност. И качество, которое есть в русских, это их посвященность. Тяхната верность към каузата, която са избрали за себе си. Очень ценит верность. И разбира се този дух на превосходство, който носят за себе си. Този дух на победители. И русский народ, он несет в себе дух победителя. Это так, правда? Амин. Я первый раз, на самом деле, перевожу супруга. Мы общаемся на болгарском. Простите за ошибочки. Да. И словото, което Господь ми дали за вас, е за истинската свобода. Слово, которое ми дал Господь для вас сегодня, это, я хочу говорить о истинской свободе, которая есть в нас. Аз бях много удивлен. Я был очень удивлен. Защото последните няколко седмици живее в темата за властта на вярващите. За последние несколько недель ты наблюдаешь темата за властта на вярващих. Да, наблюдает и размышляет на эту тему о власти верующих. Има много силны свидетелства в тая посока. Есть очень много свидетелств в этой теме, в этом направлении. Но явно, че ще говоря друг път на тази тема, ако ми поканите. Вероятно, будет говорить следующий раз на эту тему, если будет приглашение. Както каза един проповедник, блаженни са кратко проповедващите, защото пак ще ги поканят. Как сказал один из проповедников, блажен тот, который говорит коротко и будет снова приглашен. Амин. И така, защо е толкова важна свобода? И так, для чего настолько важна свобода? Това, което Господь започне да ми открива от най-вече от тая сутрин до сега. Ме удиви. То, что Господь стал открывать мне о свободе, это меня очень стало удивлять. Аз винаги съм гледал на практичната страна на християнството. Я всегда смотрел на практическое християнство. Какво реално християнството върши в нашия живот? Что реально делает в нас християнство? Что оно производит в нас? Защото, ако няма реален плод в животе ни, ние сме по-укаени и от невярващите. Потому что, да, если нет реального плода, то чем же мы лучше людей, которые не християне? С какво можем да помогнем? С чем мы можем помочь? Ако утидем в супермаркет, при невярваштата кассирка. Если пойдем к неверующему человеку в магазин, кассиру, например. И ние не покажем истинския Христос. И не покажем Христа в себе. Няма полза, да казваме, че сме християни. Нет пользы в нас тогда, что мы християни. Ако не покажем в ежедневието си истинския Христос. Если мы не покажем в ежедневной своей жизни Христа. Да, не ищите се спасим. Да, у нас, мы спасемся, мы спасены. Ну, шти будим сэдени по закону за талантите и за неразумните в девице. Будем осуждены по закону о талантах и неразумных девицах. Няма да рассказывам те притчи, всички их знаете добрее. Не буду рассказывать об этих притчах, вы хорошо их знаете. И вобще свободата е най-ценното, което има един човек. Вообще свобода это самое ценное, что имеет человек. Не случайно хората, които приступят закона, не случайно те, которые приступят закон, ги наказыват с лишавание от свобода. Их наказывают лишением свободы. Много рядко им взимат имуществото. Очень редко берут их имущество. Защото по-страшното наказание да ти отнемат свободата. Более страшно наказание така да отнимают свободу. А когато човек е свободен, той може да развие полния потенциал на даров и талантов, которые дал нам Господь. Замислили ли сте си, защо Саш те е една от най-благословените страни во света? Задумали ли си вы, что Америка это самый благословенный народ? И один из благословенных народов? После русских? Да. Просто ты. Да, на первое место те са избрали Господа. Да, на первое место они выбрали Господа. Но на второе место са дали свобода на всеки един човек да прави бизнес, да твори и да се развива. Но на втором месте они дали каждому человеку реализоваться, делать бизнес или еще что-то. Творить, развиваться и дали свободу человеку. Защото в рабството няма творчество, няма развитие. Потому что в рабстве нет творчества, нет развития. За 400 години евреи бяха роби в Египет. За 400 лет евреи были рабы, да. В Египте. И нищо не се случи при стой период. И ничего не случилось в этом периоде. Не излезе нито един великий раввин. Не вышел из них какой-то великий раввин. Абсолютно те не принесли никак нищо към своето материално и духовно благосостояние. Абсолютно ничего не принесли полезное ни к материальному, ни к духовному. Същото е и с нас. То же самое и с нами. Ние често пъти попадаме под робството на различни неща в живота ни. мы часто попадаем в рабство по каким-то вещам. Едно от тях е рабството на греха. Одно из них е рабство греха. И то е по-явно, по-лесно распознаваемо. И оно легче всего распознается. Но има едно по-коварно робство. Но есть еще более коварное рабство, което постоянно протяга своите лепкови ръце ко нашите души. Которое притягивает рук такими липучими руками к нашим душам тянется это рабство. Това е рабството на религии. Религиозный человек е по-лош и от неверващие. Религиозный человек он хуже, чем неверующий человек. За что-то той има вид на благочестие, как доказал апостол Павел, но и лишен от негов сила. Потому что у него есть вид благочестия, но он лишен от его силы. И та опасность существует за всеки един от нас. И эта опасность для всех существует. Тя не е само за фарисеите от времето на Иисус Христос. Это еще не это не только для фарисеев. ние много строго ги съдим фарисеите. Мы очень строго осуждаем фарисеев. Но много често ставаме точно като тех. но зачастую или может быть чаще всего становимся как они. Да, да. Заради этого нужно быть внимательными на себе. И тогда возникает вопрос как же спастись от этой ловушки фарисейства. дали трябва да бъдем като Алексей Мересиев и Павел Морозов. Может быть нам стать как Павел Морозов или Алексей Мересиев. Аз обичах много тези герои, с които не искам да каже нищо лошо за тях. Да, я очень любила этих героев и ничего плохого не хочу сказать о них. Но това са усилията на те за мен как герои символ по плоти. Павел Морозов се стягал китката на раката на мен геме за да се калява волята. Павел Морозов стягивал руку чтобы закалить свою плоть. Трябва ли ние да правим същото? И мы должны тоже делать это же? И что мы должны делать то же самое? Или може би трябва като средновековето да се бичуваме? Или може бить как в средни векове мы должны бичевать себя? За да накажем греховете си? Для того чтобы наказать свои грехи? Точно за това апостол Павел постоянно говореше за благодат Та. нет и поэтому апостол Павел говорил об этом о благодати. Защото благодата е тази която не освобождава от от нашите човешки усилия. И сега ще ви прочита едни от любимите ми стихови тази посока. Еремия 17 5 Сейчас прочту вам из книги пророка Иремии 17 глава 5 стих Така казва Господь так говорит Господь проклят человек который надеется на человека и плоть делает своею опорою и которого сердце удаляется от Господа проклят он е човек който прави плот своя мишца какво означает не делает плоть своей мышцей да човек който упова на своите си дела той жени в живота си проклятие он пожинает проклятие в свою жизнь проклятие на депрессия проклятие на депрессия проклятие на бедность разочарование на бедность разочарование то что посеял уповаешь на плоть пожинаешь проклятие и еще ниже в седьмом стихе Господь говорит, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Истинское благословение идёт от Господа, истинская свобода идёт от Бога. Апостол Павел, когато читаем послания апостола Павла, трябва да имаме предвид, че почти всички послания бяха написани к язычникам и городам. Само одно единственное беше написано к евреите. Да, има и три персональные послания к хорам. Тимофею, Тит и Филимон. Но есть одно единственное послание к избранному народу. И когда мы читаем послание Павла, то всегда должны иметь в виду этот факт. Потому что мы в позиции Израиля. Мы рождены в христианской стране. От, поне от 1300 години. От 1000 години. Поле 1000 лет назад. Нашите страни са христианские. Наши страны христианские. Не знаем закона. Мы знаем закон. Знаем кое е правилно, кое е неправилно. Не знаем, что е правилно, что е неправилно. То есть мы точно как евреи. И настолько законно завладел наши души. Че забравиме, че наши усилия водят к проклятие само. И мы забываем, что наши усилия приводят к проклятию. Для того, чтобы быть теснее, сейчас дам вам одну картину. Има два начина да вършим нашу ежедневную работу. Есть два способа делать. Первый – это ежедневную работу делать. Единий начин. Первый способ. Като си направим список. Это когда сделаем себе список. И целеустремленно бързаме да вършим нашите си дела. И целеустремленно будем исполнять этот список. И ни за секунда не се замислим за Бога. И ни за секунду не задумываемся о Боге. Защото имаме много работа. Потому что очень заняты, есть много работа. И второй способ. И второй способ. С благодатью Господа. С благодатью Господа. С благодатью Господа. В Българии тази операция заимала между едини и два дни. В Българии эта операция необходима на эту операцию два дня. День-два. И аз бързах много. Я очень спешил. Защото знаех, че нямам никакво време. Потому что знал, че нет никакого времени. Вече беше 11 и 30. И аз вече закъснявах. И я очень уже опаздывал. И минах покрай една жена, която просеше. И прошел мимо одной просящей женщины. И Господь ми каза, сприг, поговори с ней и дай ей 10 лева. Остановись. Господь ми сказал, остановись и поговори с этой женщиной. Пообщайся и дай ей 10 лева. Първата ми реакция беше. Первая моя реакция была. Ну да, явно е, че регистрацията ще бъде и следващата седмица. Ну да, понятно. То есть регистрация уже будет на следущей неделе. Аз се покорих на Бога, спрях. Я покорился Богу. Остановился. Поговорих ми се с жената. Пообщался с ней. И дадох 10 лева, които Бог ми поискал. И дала ей 10 лева, които Бог сказал ми отдать. Стана 11 и 40. Стала уже време 11 и 40. И аз отидох в двора на път на полиция, КАТ. И я пошел во двор в полицию, КАТ. И знаех, че няма да направя регистрацията. И знал, че не сделаю регистрацията. В 11 и 55. Точно 15 минути след като влязох в двора на КАТ. После 15 минут, после того, как я вошел в двор КАТ. И излязох вече с новите регистрационни номера на автомобил. Вошел я с новыми номерами на автомобиль. Такого чудо никой не ми се вече случило. Такого чудо никогда не случалось у него. Чтобы так быстро за 15 минут сделали регистрацию. Что я хотела этим вам сказать? Че 10 минут, които уделих да послужа на Бога. Той ми ги възвърна многократно. Това исках да ви объясня, че има разлика как ще живеем. По благодат или по плата. Противники благодати се страхуват от благодати. Защото се мислят, че благодат е разрешение за распутнат живот. Это как будто бы разрешение к распутной жизни. Те хора всешност не разбират, изобщо как ще тва Божья благодати. На самом деле не понимают, что значит Божья благодать. Тва не мандат за грех. То есть это не разрешение грешить. Това е сила да живееш по друг начин. Это сила жить по другому. И във въпросното послание к евреите. Послание евреям. Третья глава. В 10 и 11 стихи. Апостол Павел казва следното. За това възнегодувах против това поколение и казах. Винаги се заблуждават със сърцата си. Те не са познали моите пътища. Така се заклеих в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Посему я вознегодовал на лунный рот и сказал. Непрестанно заблуждаются с сердцем. Не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Божья это почивка. Божий покой. Това е място тукали тупучивами отсвоите се дела. Это место, где мы отдыхаем от всех дел. И мы совсем ясно видим в этой третьей главе, че липсата на почивка, что нехватка покоя внутри нас, това е израз на Божий гнев. Это выражается гнев в Боге. Они не смеют Божий гнев. Но мы не в Божьем гневе. Потому что Бог нас примирил, Бог Отец Исус Христос примирил нас с Отцом. Он больше не гневается на нас. И Он протягивает руки к нам. И говорит, дорогие дети, приедите в мой покой. Вкусите от моей свободы. Чтобы развиете всичкия потенциалы, который я вложил в вас. В противном случае, мы можем да прикарим целия си христианский живот. Мы можем всю свою христианскую жизнь провести без никога достигнем полнотата на това, което Бог има за нас. Так и не достигнув той полноты, которую Бог имеет для нас. Может быть, най-тъжния ден ще бъде в деня на Христовото Садилище. Может быть, самый будет трудный и тяжелый, грустный день – это день в Христово Садилище. Потому что там увидим това, което сме могли да станем. Увидим то, кем мы могли бы быть. И тогда заплачем горько. Потому что не будет шанса уже ничего поправить. Тот пропуск, который могли сделать в своей жизни. Поэтому вдохновляю вас. Рассуждайте на тая тема. И откройте всеки за себе си. И каждый откройте в себе. Слабостите, които допуска. Слабости, которые допускаете. И дайте место на Святия Дух. Но дайте место Святому Духу. Чтобы Он мощно двигался в вашей жизни. За да постигнете полнота на това, което Христос ви приготовил. Ако Бог ви призвал за бизнесмени. Не ограничивайте с твърди малки цели. Не ограничивайте Его маленькими целями. Защото Той е Бог Всемогущ. Потому что Он Бог Всемогущ. Бог, което от чието дихание треперят моретата и планините. Все трепещет перед Ним море, горы и леса. И Той, който може да направи невозможното за нас. Он тот, кто може сделать невозможное для нас. Преди три-четири години. До три года назад, три-четири года назад. Господ ме предизвика. Господ ме предизвика и каза, до сега Ти си ме познавал под различни форми и лица. Было у меня такое предизвикательство перед Богом. Такой разговор. Ты говори, меня познавал в разных формах и лицах. Как Бог-обеспечитель. Как Бог-изцелитель. И по други начини. Сега искам да ме опознаеш като Бог на невозможното. А сейчас хочу, чтоб ты меня познал как Бога Всемогущего. Бог на невозможные ситуации. За чтото Той убича да не дава невозможни задачи. Потому что Он любит давать нам невозможные задачи. Беше ли возможно обыкновенното овчарче Давид да стане царем? Было ли возможно, чтоб обыкновенный пастушок Давид стал царем? Невозможно. Но после, когда Давид беше простодушен, убил Голиафа. А когда стал очень мудрым. Убил един от най-верните си хора. Убил одного из самых верных людей. Така че размышлявайте. Так что размышляйте. Да не ставаме твърди мудри. Чтобы не стали чрезчур мудрыми. За да не убиваме верните хора около себе си. Чтобы не убивать своих самых верных людей. И винаги да запазим онова простодушие, което имаше Давид в первите години на своето служение. Да и всегда быть внимательным, чтобы сохранить себе это простодушие в себе. Бог на невозможното. Бог на невозможные. Благославим Ви. Благославляем Вас. Да опознаете Бог на невозможните ситуации ва ваше живот. Что вы познали Бога невозможного в своей жизни. Не искайте твърди малки неща от Него. Не просите какие-то маленькие вещи. Мелочи. Защото няма да принесете слава на Бога с фалшиво смирение. Потому что не принесете таким образом славу Божью в таком ложном смирении. Иисус Навин беше много смирен мъж. Иисус Навин был очень смиренным человеком, мужем. Но убил доста хора. Но убил очень много людей. По современните критерии биха го нарекли масов убийц. По современным критериям его бы назвали масовым убийцем. И той беше смирен. Но он бил смирен. Моисей също беше смирен. Моисей тоже бил смирен. Но извърши доста мощни дела. Но совершил очень много мощных дел. Така че фалшивото смирение. Так что фалшивое смирение. С това нещо няма да станем по-драгоценни в очите на Бога. И не станем более драгоценни в очах Божих. Аминь. Аминь. Слава добудни на Бога. Слава пусть будет вся Господу.